И еще одно направление, которое потребует первоочередного внимания новой команды мэрии, это коммуналка. Ветхий жилой фонд, текущие кровли, неприглядные подъезды. И как показывает практика, даже включение дома в программу капремонта не гарантирует жителям комфортных условий жизни. В этом на собственном опыте убедились жители пятиэтажки в Красноармейском районе Волгограда. Репортаж Екатерины Караваевой. Батарея холодная, до нее даже дотронуться. От нее наоборот идет холод просто, а не отопление. И это все продолжается с начала отопительного сезона. В квартире Елены Мозговой не только холодно, но и сыро. На стенах и потолке дождевые потеки, которые появились из-за дырявой кровли. В октябре, когда сняли шифер над моей квартирой, я была на работе в ночь, у меня муж один был дома. И вот 20-21 пошли проливные дожди, крыша у меня была открыта над квартирой. Все это затекало, все это мокло. Похожие неудобства испытывают все жильцы пятиэтажки по улице Столетова. Проблемы с кровлей, а также перебои в работе отопления и канализации начались в 2010 году, когда дом попал под федеральную программу капитального ремонта. Само по себе здание старое, однако в разряд аварийного жилья почему-то не попало. Здесь было решено лишь устранить протекание кровли и заменить часть коммуникаций в преддверии холодов. Однако начавшиеся было работы так и не завершились. Городской департамент жилищно-коммунального хозяйства ТЭК отчитался в декабре месяце перед областной властью о том, что все работы были выполнены в полном объеме. Однако в марте месяце мы узнаем от жителей, что они всю зиму просидели здесь без удовлетворительного отопления и канализации. В течение двух дней совместно с госжилинспекцией комитетом была проведена проверка, выявлены все нарушения, были привлечены все городские службы, подрядные организации. Специалисты областного комитета по ЖКХ намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы виновные в сложившейся ситуации понесли наказание. Сейчас рабочие в усиленном режиме ремонтируют крышу, меняют трубы, проводят косметический ремонт подъездов. Приходится трудиться практически в три смены, говорят представители подрядной организации, для того, чтобы тепло как можно быстрее поступило в квартиры к людям. Благодаря помощи областного комитета ЖКХ сейчас налажено четкое взаимодействие всех структур городской и областной власти. Я думаю, что в ближайшее время мы закончим полностью, выполним весь объем работ, который положен на данном объекте. Планируется, что все работы будут завершены до 10 марта. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания Ахтуба.